Лидер турецкой партии Победа Умит Оздак предложил парламенту Турции назвать контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией в честь организатора геноцида армян Талата Паши. Как пишут местные СМИ, такой была его реакция на представленный депутатом Коро Пайланом законопроект о признании геноцида армян. Я обращаюсь ко всем партиям, сейчас вам предстоит испытание на искренность. Настало время искренне показать наши отношения к так называемому геноциду армян, заявил Оздак. Омбудсмен Армении Кристина Григорян приняла участие в программе «Управление и реформирование сферы безопасности. Обеспечение действенного контроля в сфере безопасности», организованной Женевским центром управления сферой безопасности. Об этом сообщает пресс-служба офиса омбудсмена. Защитник прав человека Армении ознакомила участников мероприятия с миссией по сбору фактов о совершенных Азербайджаном преступлениях в ходе 44-дневной войны. Был затронут также опыт Института военного омбудсмена в мире. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-премьера Российской Федерации Алексея Аверчука. В ходе встречи собеседники затронули вопрос разблокировки региональных коммуникаций. Алиев заявил, что строительство железной дороги на азербайджанской территории планируется завершить в будущем году. Он отметил, что уже построено 60 километров железной дороги. Азербайджанская сторона проводит работы по строительству дороги в полном соответствии с графиком. К сожалению, Ереван даже не начал никаких работ в связи с этим. Армения также не указала географические координаты предполагаемого маршрута автомобильной дороги через свою территорию, заявил он. Спикер парламента Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем парламентской группы «Дружбы Сирия-Армения» Народного собрания САРК, Люси Исканян. Как сообщает пресс-служба парламента, стороны обратились к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя республиками. В этом контексте подчеркнута реализация совместных программ парламентами двух стран. В укреплении основ взаимовыгодного сотрудничества отмечена важность межпарламентского взаимодействия. Также обсуждались ситуации в регионе, послевоенные отцах, а также миссия армянских миротворцев в Сирии. Генсек ООН Антонио Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган обсудили ситуацию в Украине в ходе встречи в Анкаре. В частности, была затронута тема гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Генсек Гутерриш и президент Эрдоган подтвердили, что их общая цель – как можно скорее положить конец войне и создать условия для прекращения страданий гражданского населения, говорится в сообщении. 26 апреля Гутерриш также посетит Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Через два дня после этого он отправится с визитом в Киев. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщил во вторник журналистом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала. Он напомнил, что в январе страны ядерной пятерки вновь подтвердили тетис о недопустимости применения этого типа оружия. Лавров также выразил надежду, что западные страны не допустят отправки своих войск в Украину. «Мы ни в коем случае не должны допустить Третьей мировой войны. Именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды», — сказал Лавров. Президент Молдавии Майя Санду проведет заседание Высшего Совета Безопасности из-за обострения ситуации в непризнанном Приднестровье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства. Напомним, что неизвестными лицами были взорваны две антенны регионального радиоцентра в населенном пункте «Маяк» Григориупольского района Приднестровья. Также накануне из ручных гранатометов было обследовано здание Министерства государственной безопасности Приднестровья. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Воспитательница и двое детей погибли в стрельбе в детском саду в Ульяновской области. Взрослый мужчина зашел в детский сад Рябинка в Вешкайме во время тихого часа. Он застрелил няню и нескольких детей. По предварительной информации, убиты двое детей 2016 и 2018 годов рождения, а также нянечка. По данным экс-губернатора региона депутата Госдумы Сергея Морозова, еще одна женщина получила ранение. Нападавший покончил с собой. Руководитель КНДР Ким Чен Ын пообещал форсировать разработку северокорейской ядерной программы, сообщает русская служба Deutsche Welle. «Мы будем и впредь предпринимать шаги, чтобы как можно скорее усилить и развить ядерный потенциал нашей страны», заявил он в ходе военного парада в Пхеньяне поздно, вечером 25 апреля. Министры обороны более 40 государств встретятся, чтобы обсудить военную помощь Украине. Встречу проведет глава Пентагона Ллойд Остин на авиабазе «Рамштайн» в Германии, сообщает русская служба BBC. По словам главы Объединенного комитета начальника штабов ВС США генерала Марка Милли, главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву. Отметим, что с начала военных действий в Украине США представили Украине вооружение на сумму 37 миллиарда долларов.